Приветствую вас. Ну, мама, вообще, конечно, права в том, что вы действительно люди-то не чужие друг другу, только то, что вы не чужие друг другу, это совсем не означает, что вы должны, там, чем-то делиться. Вообще, у меня такое ощущение, что вы раздрелились от своей мамы, да, и полностью, отраду, сладу, 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 сладу. Вот. Вы неверный в себе выполагаетесь на нее выщите одобрение ее, судя по тому, что вы писали. Вот. То есть не произошло сепарирования, не произошло сепарации от мамы, я смотрю, а осталась эмоциональная привязка к ней. Вот, соответственно, от этого вас нужно освободить, да, т.е. нужно выставить интернет границы, повыситься на оценку, взять личную ответственность, отдалиться от мамы, потому что вынимать сейчас с парнями именно по той простой причине, что чувствуете, с одной стороны, себя ребёнком, когда взаимодействуете с мужчинами, ну, в контексте мамы, да, а с другой стороны, судя по всему, у вас нет отца и мышление, вот это вот мышление мышкой, да, то есть мышка составляющая, у вас тоже не разница. И к мужчинам, вероятно, у вас чрезмерное какое-то такое, вот, ну, не знаю, может быть, недоверие, может быть, какая-то ещё история имеет место быть. Вот. И эти моменты все мешают, мешают построить вам отношения с мужчинами, поэтому в первую очередь нужно перестать что-либо доказывать своей маме, да, то есть ничего не объясните, ничего не дознать, она это делает для себя, не для вас, для себя. Вот. Это первое. Второе. Второе. Вам нужны конкретные действия. То есть нужно именно делать что-то. Нужно действовать, не говорить, да, не разговаривать, а именно действовать, именно какие-то действия. Вот. К примеру, там просто не рассказывать и о своей личной жизни и всё. Вот. То есть просто говорить, что мама, я не буду говорить с тобой об этом. Простите. Вот. 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 Хоть, хоть что-то делать, да, я не буду. Этого я считаю, это ваш выбор. Никто не, ну, никто не может вас за это осуждать. Так? Да. Вот. Вам нужно отделиться от мамы. Что-то, возможно, имеет смысл там. Ага. Подумать об отдельном проживании, возможно, имеет смысл там ещё о чём-то подумать такого, ну, такого плана. Вот. Так что смотрите сами. Исследуйте этот вопрос, как вам лучше, как вам удобней. Но совершенно очевидно, что сейчас, на данный момент, вы себя просправляете. Как-то видите мне, вы себя просправляете. То есть детское состояние, эго-состояние, оно доминирует над эго-состоянием взрослого. И именно поэтому, именно поэтому, у вас возникают эти проблемы. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Значит, вы пишите мне 22 года, ещё не было серьёзных отношений. Серьёзных отношений. Зачем? Зачем? Для чего? Вам серьёзные отношения. Цель какая? Это первое. Я общаюсь с парнем, он мне нравится, но стоит узнать с мамой, где-то с кем-то общаюсь, и весь интерес к этому человеку отпадает. А здесь я вижу противоречия. Определённые противоречия, потому что, вы пишите, я общаюсь с парнем, он мне нравится. Хорошо. Чем, всем нравится. Это первое, да? Выделите, чем вам нравится первое. Потому что, ну, согласитесь, с симбатия, это не то, что, вот, вот, как это значит, значит, спонтанно появляется, да, и спонтанно ещё нравится. Что вам тут нравится, ну, наверное, вы можете сказать, что именно нравится вам. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что вы можете сказать. Вот. Дальше. Вы пишите, значит, так, стоит узнать маме, что я с кем-то общаюсь, ведь интерес к этому человеку у меня отпадает. Смотрите, здесь противоречия. Вы пишите, стоит маме узнать, что я с кем-то общаюсь, с кем-то. То есть, кто-то. Здесь умеется быть кто-то. Знаете, да, то есть, кто-то. С кем-то вы общаетесь. Интерес к этому человеку отпадает. То есть, вы говорите о ком-то, и вы говорите о конкретном человеке. Тут вот связь не сна, не сна. Вы пишите в этом, я виню, виню случай, когда мама заставила меня привезти домой. Парнишка провиделась только два раза. Я виделась и общалась чуть больше недели. Но опять же, виню, вы пишите виню. Да, то есть, вы обвиняете, вы обвиняете, как бы свою маму, да, вот в том, что она сделала. По большому счету, по большому счету, обвинять свою маму, ну, вообще не имеет никакого смысла. Потому что, уверен, мама действует из каких-то, ну, благих побуждений. То есть, она хочет для вас чего-то лучшего, да, она хочет для вас чего-то хорошего. Ну, получается, в итоге, да, получается, просто получается, но хочет она для вас хорошего. Потому что это очень важный момент. Очень важный момент, на самом деле. Вот. Поэтому, когда вы обвиняете маму, вы опять же, понимаете, здесь есть позицию родителей уже по отношению к своей маме. То есть, перекладываете ответственность. Точно так же, как мама перекладывает ответственность с себя на вас. Дальше. Когда я еще сама не была уверена в своих чувствах, как с этим справиться, с чем? Ну, вы отделите то, что мама делает, и свой интерес. То есть, это вещи не связаны. Но они вас связались, и получился комплекс. Комплекс, ну, разрушить. Поэтому необходимо вспомнить ваши чувства, вырезать их, и постепенно, постепенно обретать навык другого поведения, как это сделать. Это вообще можно решить на индивидуальной консультации. Потому что, ну, возможно, есть более глубокая проблема, скажем так. Ну, более глубинная проблема. Вот. Возможно, есть что-то еще, да. То есть, такая, как бы, тема. Вот. Я, опять же, не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу так сказать. Это нужно исследовать. Вот. Совершенно точно, что справляться с этим не нужно. Ну, то есть, вот, в вашем понимании, да, вот, как вы это понимаете, справляться не нужно. Именно справляться. То есть, подавлять, пытаться подавить это не нужно. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, подавляя, вы не решаете проблему, а вы еще больше, еще сильнее ее загубляете. Вот. С другой стороны, это очень хороший такой психологический симптом того, как вы справляетесь с проблемами. То есть, именно справиться с проблемами. Не изучить ее, не исследовать, да, не пропустить там, грубо говоря, через себя, например, например. А, просто справиться, подавить и так далее. То есть, вот, что хорошего, да, что в этом хорошего. Ну, если честно, если честно, загадка. И вам необходимо раскрыть вот этот момент. Раскрыть этот момент, что я подавляю, то есть, я справляю. Как я справляюсь? Первое, то есть, что я делаю, что я понимаю, вот, справляюсь. И как, и что происходит, то есть, что по итогу у нас должно быть, вот. Вам нужно раскрыть и защитный механизм, который убивает интерес к пану. И симпатию к пану. Потому что все это часть, часть вас. Ну, одну часть вы сюда подавляете, другая часть, как бы, появляется. Вот, вы защищаетесь от мамы, вот. И, возможно, скрываете здесь свою невозможность сказать и нет, к примеру. Ну, учиться нет можно, можно учиться не отговорить. Это, это, в общем, в общем-то, работа такая, ну, ага, ну, это достаточно важная, серьезная работа. У нас хочется говорить, нет, уметь говорить, нет. А дальше я пытался поговорить с мамой, она хочет, чтобы я все рассказывал. Ну, да, потому что, с одной стороны, она пытается жить в вашей жизни, с одной стороны. С другой стороны, она боится вас отпускать, к сожалению. И это вот такая тоже достаточно серьезная проблема. Вот. Что есть? Ну, просто. Ну, просто. Просто. Как бы. Нужно. Нужно исследовать себя. Себя. Как бы. Вот, в принципе, такая история, да? Вот. Ицеливать себя нужно в контексте того, как вы реагируете на вопрос своей мамы, на запрос своей мамы, значит, всё рассказывать. Вот. В принципе, такая вот история. Дальше. Необходимо отграничить себя и маму. То есть, то, что она интересуется вашей жизнью, да? Это её проблема. Вот. То есть, вы имеете право и не говорите. Ну, как бы, тут история, тут история такая, что этому нужно учиться. Вот. Вот. Дальше. Ну, с мамой не сложились отношения как у подруг, но она не понимает этого и говорит, что мы не чужие. А я вам скажу больше, что нельзя быть с мамой подругами, а в определённый момент это, ну, просто выходит боком и всё. То есть, в определённый момент не получается. Вот. Такая вот история. А на этом всё. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам. Всего доброго. И удачи.